здравствуйте друзья зачитываю вопрос вот перед выездом на дорогу на работу здравствуйте михаил знаю что вас заваливают вопросами но я нуждаюсь вашем совете ситуация такая не то чтобы заваливают мне 19 приехал в сша из украины по work and travel 2015 хорошо незаконченная высшая по биотехнологии возвращение собирался перепоступать в европу но оказавшись здесь понял что в этом нет необходимости хочу подать на убежище познакомился с людьми которые готовы мне помочь с работой в онлайн network маркетинг тяжело но зарплата гораздо выше чем официантам и там не нужно разрешение на работу я хочу сказать что официантам в общем то неплохо люди зарабатывают и тоже не нужно разрешение на работу то есть конечно нужно но очень много нелегально работающих официантов после года работы в этой области думаю поехать к вам в портнов компьютер скул видимо потому что нравилось программирование в университете и вообще люблю я айти хорошо родители напуганы и против ведь все вышесказанное звучит для них как сплошной сумбур и юношеский азарт я их понимаю и конечно их пугают все нюансы политубежища это я тоже понимаю прошу они абсолютно не в курсе о чем речь образование же в европе для них залог моего будущего мне кажется что зарплата после университета будет не больше чем при сценарии где я остаюсь и опасаюсь что грин карту здесь и сейчас получить проще чем после университета кроме того с h1b я буду привязан к одному месту работы мой взгляд на университетское образование в современном мире тоже весьма неоднозначен это я тоже понимаю так родителей не хочется оставлять в таком стрессовом состоянии в украине но я очень хочу жить в калифорнии и это я понимаю хорошо я надеюсь что ваш ответ поможет разрешить мой с ними конфликт и так с чем мы имеем дело 19 лет конечно потенциал невероятной в этом возрасте конечно профукать молодые годы там не поймешь на что совсем грустно с одной стороны с другой стороны родители легко понять потому что они-то понимают что ребенок же но что он там вот еще в этом год назад школе учился и вот он такой весь самостоятельный где-то за границу там они небось переживали что он на несколько месяцев куда-то поехал далеко от дома тут уж совсем еще какое-то политическое убежище страшное слово они ему такую знать карьеру намечтали в европе будет учиться понимаете европе и что-то он после этого я думаю что дальше у них смутно что там будет после европы но что тут сказать значит давайте мы эмоциональную часть отделим куда-нибудь там сторону потому что эмоции приходит уходят там бог с ними а так мы логически подойдем значит логически что мы имеем допустим сценарий такой что вот он начал было вот этим всем заниматься и что-то у него не пошло не пошло и он вернулся назад он всегда может вернуться назад первое второе он ну кроме там некоторого времени потраченного в сша он абсолютно ничего не потерял но он за это время приобрел много он приобрел опыт самостоятельной жизни в другой стране он стал свободно как на родном языке говорит на английском что тоже дорогого стоит и так далее то есть как бы даже самый неудачный вариант какой только может быть в общем то не такой плохой но не пошло не пошло вернулся назад что такого теперь значит он собирается там через политическое убежище это значит что через полгода у него будет разрешение на работу причем тоже мы не знаем зависнет его кейс на несколько лет как сейчас часто бывает либо он проскочит там довольно быстро но дело не в этом даже в самом неважном раскладе когда его кейс завис на несколько лет у него через полгода есть разрешение на работу если он в состоянии по-английски сносно объясняться так ему даже года ждать не надо он приехал к нам там не знаю если у него вид как бы на и на и туда я не к тому говорю что он должен я говорю потому что он как бы высказал интерес значит он приехал к нам там но через полгода он уже будет зарабатывать нормально на жизнь а еще через год он будет зарабатывать столько что его родителям даже не снилось что можно зарабатывать после окончания университета в европе это при том что у него еще не будет высшего образования получит будет будет работать хорошо зарабатывать параллельно получать высшее образование почему нет поэтому чисто чисто в таком логическом варианте я не вижу кошмарности вот в этом во всем авантюризм есть но а что же он в 19 лет у него же и авантюризма не должно быть ему что 64 что хотя мы знаем таких бодреньких вот что и 64 могут начудить но в данном случае это ну что же не старичок какой в 19 лет еще не почудить поэтому я не вижу ничего такого есть еще вариант что он тут пока будет доучиваться может в армию годить я не знаю там до или после или не дай бог обострение какой-то ситуации и что дальше будет я не не то чтобы прямо вот ну какую-то аналогию провожу но могу сказать что ровно сто лет назад вот сейчас у нас до 2015 там был 915 и значит в 913 914 мой дед который был вот как раз вот в этом возрасте и проживал мирно в городе кременчуге что нынче в полтавской области так вот он был из зажиточной семьи его родители занимались тем что они строили много квартирные дома и эксплуатировали их вот такое жилье в аренду сдавали и то есть у них были деньги и он хотел уехать за границу в америку уехать тогда модно было многие молодежь уезжала потому что черта оседлости тут со всех сторон повязаны хотел уехать в америку и отец ему в общем голову заморочил это и это и как ты мне хотелось чтобы он уезжал и он ему он ему оплачивал учебу в петербург в петербурге в коммерческом училище там учился причем жить-то в петербурге он не мог как еврей а учиться мог поэтому он значит ночевал в коморке у швейцара так нелегально назывался швейцарским подданным давайте все это шутки все это весело и так далее но началась первая мировая война и загремел он в армию понимаете и в общем ничем хорошим это для него не кончилось там и физически пострадал там и так далее и как бы за за страну в которой значит ему было предназначертано жить в черте оседлость то есть не то чтобы ему сильно хотелось там к чему я рассказываю это все и так он всю жизнь прожил вот в ссср и немножко был нэпманом потом его раскулачивали потом он значит там в общем страхах в кошмарах 37 война там великая отечественная эвакуации все короче человек прожил ну то есть такую жизнь которую и он умер и ему было 60 лет не было номер почему я говорю он прожил совершенно какую-то другую жизнь по сравнению с тем как если бы он уехал там в 13 14 году молодой парень в америку у него у него было невероятно мышление он он был там чемпионом там всех окрестностей там по шашкам там он был бухгалтером на шахте вот там енакиева там он был нэпманом у него у него у него был очень очень талантливый ум и он понимаете и вот это все про этому ну я не неудобно так говорить я я сравниваю просто с тем кем он мог бы быть во что во что это могло вырасти понимаете и все это и все это произошло потому что он хотел уехать в америку обладая талантами которые позволили бы мы здесь там небеса взлететь и и папа ему сказал не надо тебе туда и сюда а он слушался папу он был хороший еврейский мальчик и он слушался папу вот и папа знал жизнь а он не знал он был молодой и он хотел в америку и так вот и все говорить в семейных преданиях эта история сохранил бабушка рассказывал когда жива была да я уже здесь находясь только переосмыслил всю эту историю то есть тогда она подавалась совершенно в другом ключе абсолютно но сейчас я вот сейчас уже стал взрослым уже попал в америку отсюда смотрю этого боже я сейчас смотрю вот на таких как дед был который который до уехали на их детей на их внуков это это вообще надо это просто что называется взрыв мозга поэтому не вижу я не но не вижу но никаких проблем и значит парень должен родителей ему жалко это хороший парень ему не наплевать на маму и папу понимаете молодец и и маме и папе на него не наплевать они тоже ему хотят всего лучшего поэтому они находятся в хорошей позиции и обе стороны значит и мальчик им говорит он им говорит ребята давай давайте я возьму как бы академический отпуск грубо говоря там на пару лет мы посмотрим во что это все превратится значит пойдет хорошо значит отлично не пойдет значит возвращаемся на европейскому сценарию и все не нужно из этого делать что-то такое знаете пожизненное какое-то отливать в металле там нет жизнь гибкая люди гибкие обстоятельства меняются этим я я эту историю с дедом почему говорю что вот война началась и все пошло наперекосяк война революция советская власть и все покатилась поэтому не знаю хорошо ли ему сейчас было бы в украине заканчивать образование не знаю я бы не не рисковал если есть возможность не рисковать я бы не рисковал так что пообщайтесь с родителями спокойно без эмоций если им нужно высказаться там поплакать покричать там поругаться ну дайте спокойно высказаться не перебивайте не мешайте людям высказываться они может быть не столько для вас высказываются сколько для себя вообще если человек ругается если он недоволен если он возмущается и так далее это не значит это не значит что он с вами не согласен или что принципиально возражается но просто человеку надо высказаться вот надо дать высказаться и когда человек уже выскажется он тогда может быть более спокойно будет воспринимать доводы разума сейчас возможно родители на таком эмоциональном эмоциональной такой вибрации они может быть не очень в состоянии там сильно задуматься но может быть они не в курсе каких-то вещей поэтому им логически может быть сложно осмыслить они не знают что такое политическое убежище поэтому то вы должны так спокойненько рассказывать спокойненько не придавая этому какой-то окончательный бесповоротный характер ну бывает вот так что я я в целом поддерживаю как бы идею молодого человека я я считаю что это неплохо счастливо